Добрый день! 12 апреля, по-своему знаменательный день. В Караганде тепло достаточно, а с точки зрения истории, сегодня несколько праздников. Первый – это католическое Рождество. Наверное, народ дома больше сидит уже. Все мы поздравляем, кто отмечает этот праздник. Кроме этого, мы забыли об этом празднике великом. Это предубилейная дата. Валют Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. И, кстати, Казахстан – единственная страна, которая обеспечивает регулярные запуски в космос космических кораблей. И буквально несколько дней назад мы даже не заметили, что запустили очередной корабль на станцию «Мир с космонавтами», озабоченный коронавирусом. Ну и, по традиции, все корабли садятся на территорию Карагандитской области. Да, о, сегодня праздник немножко решили испортить. А может, так и надо, гаишники, как мы их называем, ДПСники. Перегородили улицу, всех останавливают. Два дня я наблюдал за этими вещами, не видел, чтобы они сильно, так скажем, этим были озабочены. Ну вот сегодня сколько их там стоит, останавливают машины, проверяют, кто там по воскресеньям ездит. И вообще зачем катаются. Мы очень надеемся, что это ненадолго, потому что, по крайней мере, в последние дни какой-то оптимизм создают для нас. Я имею в виду то, что в Карагандинской области есть первая локальная победа, первый локальный праздник, то есть первый выздоровевший от коронавируса. Это уже факт. Что касается заболевших, ну тут тоже динамика остается прежней, по-моему, один или два человека. Сейчас в Карагандинской области 63 заболевших. В общем-то, не изменилась эта цифра. По Казахстану около 900. Летальных случаев нет. Но будем считать это победой нашей науки, нашего здравоохранения. Очень надеюсь на это. А это, кстати, сегодня третий праздник. Официально сегодня в Казахстане День науки. День науки Казахстана. Ну, будем надеяться, что наконец-то будут выделять деньги не на какие-то непонятные проекты, а для действительно тех вещей, которые могут спасти и мир, и по крайней мере обеспечить лучшие условия жизни для казахстанцев. Ну, чего и всем желаю. В общем, с праздниками, дорогие товарищи. Что касается оценки, да, ну вот, в выполнении карантина есть патрули, есть ДПС. Но в любом случае обстановка вроде спокойная. Да, сразу по горячим следам, что называется, коллективы свой спич надо внести. Поздравил всех с Рождеством католическим. Заранее, так скажем. Ну, надеюсь, и до Рождества этого доживем, и не одно еще Рождество с третьим, не только католическое. Ну, конечно же, с Пасхой, с Пасхой католической надо поздравить. Всех, кто имеет к этому отношение. Да и просто, чем больше праздников, тем лучше. Ну, вот, 45-й квартал. Вокзал, который не работает, который не работает, поезда, как говорят, не ходят, самолеты не летают, автобусов нет, но сегодня точно пости нет. Магазин Мечта. Вот он, магазин Мечта на 45-м. Здесь продают бытовую технику. Холодильники, стиральные машинки, компьютеры, ну и так далее. Раньше здесь был пустырь, напоминаю вам. О, хлеб продают. С хлеба все нормально у вас? Все есть. Всего, говорят, есть. Так что, пока так, дай бог, так будет. Вот этот пустырь раньше был. За дом вот за этот вышел. И тебе тут целый аэродром. И сюда приезжал цирк Шапито. Теперь здесь все застроили. Первый дом построили вот этот вот, который образцовый порядок, культуру. Караганде высокую рекомендуем. А потом вот, ну не совсем понятные здания. Как-то их лепили быстрее-быстрее. Появилась возможность. И вот, пирамидку вот эту вляпали. Ну не считаю, что она долговечная. Прям египетские пирамиды. Продают там парфюмерию женскую. Здесь вот как-то он тоже стоит своеобразно, вот этот домик. Ну, в общем, архитектуры здесь никакой нет. И вот первый дом. Здесь, на этом поле, построен был Ухаржрау 7-6. Ну, чем он... Чем он... Этот дом для нас интересен. Напоминаю, здесь есть выставочный зал. Где периодически мы смотрим на картины карагандинских художников, творчества и так далее. Вот вход я показываю. Вход я показываю. Так вот. На 45-м квартале. Надеюсь, ветер не сильно мешает. Меня было достаточно хорошо слышно. Ветер теплый, я бы сказал, ласковый, южный. В общем, вторжение с юга уже, не с севера. Ну, если это тепло, то это хорошо. Пора бы уже. Автобусы останавливаются на остановке. Кого-то подвозят. Кого-то, наверное, забирают. Пустынно. Так как, вроде бы. Вот здесь. Борьба с коронавирусом. Банк. Альфа-банк. Чтобы не подходили близко, нарисовали разметку. Кому как стоять. Ну, кстати, вот в магазинах, вижу, люди ходят спокойно. Ну, в масках, как правило. Продавцам сделали кое-где такие пластиковые панели. Сидят в перчатках, в масках. Так что, в магазинах таких ограничений нет, чтобы там... Ну, в тех, которых я был, видел. Нет такого, чтобы запускали по пять человек. Или там около кассы регулировали. Ну, народ сам общится. Не толпится. Подошел один, купил. Второй подошел, купил. Никто на никого не лезет. Так что, вот так вот. Но... Лучше перестраховаться. Я так понял, у нас теперь карантин будет до конца апреля. До конца апреля. Одну Пасху мы уже не отметим, хотя продают Пасхи. Как мы называем ее здесь? На немецкую Пасху. Так что, кто отмечает эту Пасху, поздравляем. С пришествием этого праздника. Ну, а потом там и мусульманские праздники. Вновь Пасха будет. Будем дома. Конечно, по улицу ходить не будем. Но, тем не менее... Это тоже дело отметим. Всего хорошего. Не болейте.